Привет, я Михальский Олег. Некоторые знают меня как бизнес-ангела, инвестора в небольшие IT-проекты. Сейчас я вместе с фондом Falgor Ventures. Falgor это переводится по латыни как Lightning, и мы фонд, который сфокусирован на приложения, работающие поверх сети Bitcoin и Lightning Network. Почему ты считаешь, что из множества областей, в которые можно инвестировать, именно Bitcoin и Lightning, особенно перспективные, стоит им уделять внимание? Ну, может быть, я могу немного рассказать, как я сам попал в эту область. Так сложилось, что я всю жизнь занимался какими-то новыми технологиями, какое-то время занимался антивирусной технологией, какое-то время облаками. Облака были уже больше похожи на как бы некоторый такой децентрализованный механизм распределенный. И я видел, как технология начинает развиваться, когда еще ничего не работает и непонятно, как ее можно применить. И потом через 5-7-10 лет это становится некоторая зрелая технология, на которой построено много продуктов, экосистема и то, что называется масс-адопшн. То есть много пользователей, бизнесов и консюмеров ее начинает применять. Технология проходит определенный цикл. Я провел примерно 10 лет в цикле вместе с технологией security, антивирус, потом 7 лет примерно в клауде. И я думал, какая бы могла появиться там новая технология, которой мне было бы интересно заняться и провести в ней еще там 7-10 лет. Про биткоин я узнал немножко поздновато, уже там на хайпе 2017 года. Но как раз в это время появился Lightning. Биткоин мне было не очень понятно, потому что я не являюсь как бы трейдером и не являюсь инвестором в какие-то рисковые финансовые активы. Но Lightning мне стало понятно. Это было похоже на то, чем я занимался раньше. Технология, на которую можно построить приложения. Наверное, как бы все примерно воспринимают как бы биткоин одинаково, как некоторые там store of value. Но Lightning это технология, которая позволяет поверх биткоина делать приложения, которые переносят на сеть биткоина больше экономической активности. Можно зарабатывать биткоин с помощью Lightning приложений, можно тратить биткоин с помощью Lightning приложений. На них можно построить то, что называется там close loop economy, то есть там, где можно зарабатывать и тратить, ну как бы фактически внутри биткоина. Можно делать то, что называется там gateway между обычной экономикой и потреблением либо заработком фиатных денег и биткоин экономикой. И, ну как бы Lightning, наверное, тоже просто многие уже про него слышали. Это, собственно, второй уровень, который позволяет сделать транзакции поверх биткоин блокчейна быстрее, дешевле, эффективнее и на нем проще писать приложения. А какие сейчас признаки показывают, что сейчас правильное время этим заниматься? Потому что бывает же такое, что появляется технология, не знаю, в 90-х появлялись первые видеостриминги, а просто оказалось слишком рано. Почему сейчас не слишком рано, не слишком поздно, а вот как раз то, что надо? Ну, как бы есть технологии, которые как бы проживают там некоторый хайп, а потом отмирают. Таких как бы технологий, наверное, можно привести примеров несколько. Есть технологии, которые как бы проживают хайпы там один за другим и живут дальше. Биткоин, он уже как бы прожил там несколько таких циклов, и у нас есть как бы некоторая внутренняя убежденность, что на технологии биткоина можно построить некоторую глобальную децентрализованную финансовую систему, для которой нужен вот уровень масштабирования Lightning для того, чтобы сделать транзакции между бизнесами и консюмерами более эффективными. И начинать, конечно, всегда лучше и стартап, и любое не на хайпе, а как бы на провале, когда отваливается все, что было связано там с некоторым как бы, ну, то, что называется как бы грубо там шелуха, да, вот, то, что связано там с хайпами и с ожиданием каких-то там быстрых заработков, вот, а как бы можно заниматься там реальными делами, реальными приложениями, как бы технология сейчас она постепенно, то, что называется, мочуризируется, да, вызревает, пардон за такой жаргон, вот, то есть появляется инфраструктура, инфраструктура как для разработки приложений, так для того, чтобы эти приложения могли функционировать и выполнять переводы, и это, ну, инфраструктура тоже как бы постепенно вызревает, вот, ну и поскольку там хайпа в ближайшем будущем, как бы, наверное, большого не предвидится, сейчас можно просто спокойно фокусироваться на том, чтобы делать приложения. А какой у вас взгляд, как инвестиционной компании на так называемый Fat Protocol Thesis? То есть есть такое мнение, что сейчас, когда у нас есть протоколы, в которых есть Value, то Value будет добываться на уровне протоколов, а не на уровне приложений. Вот где на самом деле будут деньги в протоколах или в приложениях OneCom? На самом деле, вот, как бы, мне кажется, что в случае с биткоином это практически связано там и неотделимо от другого, да, потому что Lightning как протокол, он построен поверх биткоина и использует модель безопасности биткоина, вот, и чем больше активности экономической попадает в Lightning, тем больше, на самом деле, экономической активности перетекает на, как бы, ну, на сам биткоин, потому что для создания каналов в Lightning нужны ончейн транзакции, и, ну, как бы, мне кажется, это просто взаимосвязано одно с другим. Кроме того, для Lightning можно строить не только потребительские приложения, но и финансовые продукты, а это значит, что с помощью таких продуктов можно перевести на экосистему биткоина ликвидность из традиционной финансовой системы. Вот, с точки зрения фаундера, потенциального основателя компании, на что вы смотрите, что вам важно в людях, в которых вы инвестируете, в компании, в которых вы инвестируете? Ну, наверное, может быть, это очевидно, может быть, нет, но самое важное – это сами люди. То есть инвестируем, в первую очередь, в людей. Здесь, как бы, помогает там опыт, который, может быть, был у меня раньше, как у бизнес-ангела. В тот момент, когда еще не совсем понятно, какие бизнес-модели будут работать, в какой именно момент что выстрелит, когда именно все будет готово-готово. Самое главное – это люди, команда и то, что они верят, что этим стоит заниматься, как бы разделяют некоторые values биткоин-экосистемы. Ну и важно то, что они понимают, что этим придется, скорее всего, заниматься долго. Это будет, как бы, длинный и трудный путь. Это, как бы, совершенно, там, не путь ICO или какого-то там заработка на хайпе. Здесь это совершенно, как бы, другой мир. Вот, поэтому, наверное, люди, то, как они понимают экосистему биткоина и насколько они готовы долго находиться в этой среде и переживать вместе с ней, ну, эти, как бы, периоды цикличности, когда может казаться, ой, все работает, потом ничего не работает, и это будет несколько раз. Вот, наверное, те самые правильные люди, в которых инвестируют инвесторы, которые сфокусированы на этой системе. Ну, в завершение, наверное, педагогические впечатлениями от конференции. Мы сейчас находимся, вот там есть баннер, The Lightning Conference, на Lightning Conference. Какие самые интересные, с точки зрения инвестора, сейчас происходит направление развития Lightning и биткоина? Чего вы ждете от этих протоколов, какие-то новые фичи, которые бы сильно эту систему продвинули бы вперед? Ну, наверное, все-таки коротко на такой вопрос ответить не получится, и поэтому, как одни из спонсоров конференции, приглашаю всех посмотреть все-таки видео. Видео очень много, организаторы конференции проделали огромную работу. Заходите на YouTube и посмотрите видео хотя бы тех докладов, которые там несколько вам покажутся наиболее интересными. Есть одна жутко интересная штука, ну, даже, наверное, две. Это то, что называется как бы ассеты поверх Lightning. То есть, некоторый как бы третий уровень, которого не существовало в биткоине и пока еще нет. Это все в стадии разработки, но это некоторая open-source разработка, которой смогут воспользоваться все желающие, и она еще значительно расширит возможности биткоин-экосистемы для того, чтобы запускать на них приложения, которые связаны, ну, хочется сказать слово токенами, но слово токены, оно может иметь такой, в общем, разный оттенок. Ну, в общем, можно привязать на блокчейн биткоина. С помощью Lightning будут через некоторое время другие произвольные, можно сказать так, ассеты. И они все получат при этом те свойства надежности, безопасности, быстрых транзакций, приватности, которые есть в биткоине и Lightning. В той степени, в которой они там есть и будут с будущими нововведениями биткоина. И вторая вещь, которая мне лично кажется интересной, это игры, в которых можно не только потратить биткоины с помощью Lightning, заработать биткоин с помощью Lightning. Вот в целом, мне кажется, игровая экосистема, она такая, как бы одна, наверное, из наиболее восприимчивых в целом к цифровым активам, к цифровым деньгам. И вот игры, которые будут связаны с биткоин Lightning платежами, мне кажется, это что-то очень интересное. Здорово, спасибо большое за интервью и за поддержку конференции. Я очень большое получаю удовольствие, много полезной информации и контактов здесь. Спасибо, мне кажется, сейчас хорошее время всем, кто ищет какой-то новый вектор развития, новый, не знаю, может карьерный там путь, может быть запуск нового стартапа, стоит посмотреть на то, что происходит сейчас. Это происходит как бы раз в десятилетие. Сейчас такой некоторый, ну как бы, не знаю как это, идеальный шторм, в котором можно начать участвовать, быть первопроходцами, получить кучу удовольствия и создать что-то полезное, что имеет очень большие последствия в хорошем смысле для, ну в целом для человечества, скажем так. Здорово, спасибо. Спасибо.